Малые города России рискуют остаться без продвинутой молодежи. К такому мнению пришли специалисты из Российской Академии Народного Хозяйства после проведенного опроса. С 2014 года доля выпускников, которые хотят покинуть родной город для образования и работы, выросла с 64 до 75%. Ну а число тех, кто намерен остаться, с 14% сократилось до 4. Неопределившихся 22%. Половина опрошенных старшеклассников вообще не собираются возвращаться домой после окончания вуза и опасаются, что не найдут работу по специальности. Традиционные профессии малых городов, молодежи не привлекательны. Это железнодорожники, металлурги, работники промышленных предприятий. Теперь подростки хотят получать юридическое образование. Об этом рассказали 15% опрошенных. Педагогическое 5% и военное 6%. Перспектив в открытии собственного бизнеса молодежь, увы, не видит. Ну и более подробно об этом поговорим с нашим гостем, директором маркетинговой компании Ильей Низимовым. Илья, доброе утро. Спасибо, что приехали к нам сегодня в студию. Ну, скажите, пожалуйста, вот такая история, когда действительно из малых городов переезжают в столицу, да, это, мне кажется, ведь не ново. То есть всегда так было или нет? Ну, не ново. У нас компания существует достаточно долго, более 10 лет, и сотрудники длительное время работают, 5-6-7 лет, и в компании, наверное, более 70% ребят иногородних, и москвичей. То есть вы как бы отдаёте предпочтение иногородним или нет? Нет. Просто так получается? Так складывается, они активнее, им важнее добиваться чего-то, доказывать, что они... Замотивированы, что называется. Да, да. Он на фоне москвича хочет сделать больше, хочет доказать больше того, что он нужнее, что именно ему я должен отдать свое рабочее место. Ну, а вообще, вот, если так по большому счету говорить, то есть, ведь действительно малые города могут остаться, ну, какие-то вот маленькие, просто действительно без, что называется, активного населения. Тут на выручку приходит интернет. Есть большое количество компаний сейчас, которые очень хотят открывать более дешевые офисы, находить более дешевую рабочую силу в регионах, при этом не менее квалифицированную. И если бизнес позволяет вести свои отношения, свои дела дистанционно, так и происходит. Поэтому колл-центры, отделы продаж, разработчики, веб-разработчики очень востребованы в городах и могут зарабатывать ничуть не меньше, чем находясь в Москве или там в каком-то городе Беремике. При этом не неся дополнительных расходов, что называется, которые здесь приходится нести. Скажите, пожалуйста, вот вообще люди, которые, допустим, приезжают из регионов, они, не знаю, ну, с точки зрения качества образования полученного там у себя, лучше, хуже? Мне сложно сказать, потому что у нас внутренний отбор проходит сотрудников, но я бы не мог как-то разделить, что кто-то хуже, кто-то лучше. То есть региональные вузы, в общем-то, ничуть не меньше. Да, да. А вот у вас, я так понимаю, все-таки больше такие, ну, гуманитарии, что ли, да? То есть не то, что люди, которые работают руками, но все-таки больше... Наоборот. У нас 90-95% работы работают с цифрами. То есть мы в основном считаем. И только чуть-чуть креативим. Понятно. Ну, а вот если все-таки говорить о в целом, о работе, действительно сейчас очень большой дефицит вот таких, что называется, рабочих специальностей, то есть людей, которые работают руками фактически. Да, да. Есть такая. То есть, собственно говоря, в большом городе-то их и не вырастить таких. То есть это вот все-таки, наверное, малых городов. Прерогатива, да. Скорее всего, ситуация складывается именно так. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время приехать к нам в студию. Напомню, у нас в гостях был директор маркетинговой компании Илья Низимов. Спасибо и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин